В этом году исполняется 145 лет Центральной городской библиотеки, то есть первой библиотеки города Череповца. Это самое старинное заведение культуры нашего города. Естественно, у нас рождались заранее планы, какие-то новые проекты, новые открытия в этом году для привлечения горожан. И вот этот Народный университет один из тех проектов, которые заработают в этом году. Но нельзя сказать, что это единственное направление по изобразительному искусству. Вот буквально сегодня родилось второе направление по литературному краеведению, в котором будут принимать участие не только писатели-краеведы в качестве лекторов, но и, скажем, племянница и внучка Василия Ивановича Белова. Например, о батюшкове расскажет директор Мягсинской школы и его ученики Виктор Леонидович Леонтьев. Пятая школа, насколько все знают, там у них музей находится Сергея Орлова. Руководитель этого музея расскажет о Сергею Орлове. Как не ей представить нашего знаменитого земляка-поэта? Я думаю, что вот почему Народный университет назвали? Ведь в этом году исполняется 100 лет Великой Октябрьской революции. Все помнят, как простой народ учили грамоте. Мы будем учить несколько другой грамоте. Мы будем в грамоте по изобразительному искусству, по литературному краеведению. И третье направление, я хочу сказать, мы обращаемся к нашим горожанам. Те, которые, возможно, никогда нигде не выступали, не читали лекций, но им есть что сказать. Направление они могут выбрать самостоятельно. Самостоятельно прийти в нашу библиотеку, в частности, можно ко мне, заведующей сектором массовой работы Королёвой Альбине Александровне, и предложить свою тему. Мы сформируем еще третье направление, третий план. Как мы его назовем, в зависимости от того, какие направления нам предложат сами горожане. И друг перед другом люди смогут выступить. Я считаю, что это очень интересно, плодотворно и, главное, привлечет новых читателей в библиотеку. То есть библиотека, она была востребована, сейчас востребована, и в дальнейшем будет всегда нужна нашим жителям.